Мы с вами находимся в уникальном месте Калининградской области. За моей спиной самый высокий мост нашего янтарного края. Высота его 25 метров. Был построен он, мост, кстати говоря, жизнедорожный, построен в 1900 году. И соединял город Штолупюнин с городом Голдап. А теперь это мост в никуда, потому что разрезает эту железную дорогу граница с Польшей. Находился мост в Макунишкине. Сегодня это небольшой поселок Токаревка. Мост пятиарочный, бетонный. И когда-то, если вы присмотритесь к старым фотографиям, увидите, что был задуман он с ажурными вставками. Но их позже заложили. Так что не удивляйтесь, это один и тот же мост. Его еще часто сравнивают с древнеримскими акведуками. Интересно, что по этому мосту, в числе прочих, входил и спецсостав, императорский поезд, в котором сам кайзер Вигельм II добирался в свою охотничью резиденцию в Роминской пущи. Сюда приезжают люди для того, чтобы загадать желание. Как это делается? Нужно вставить в сторону, куда утекает река Красная, и загадать желание. И река унесет ваше желание, и оно непременно исполнится. Кстати, очень редко, но грузовые составы здесь еще можно увидеть и сейчас. В Краснолесе расположены песчаные карьеры, и песок иногда оттуда возят, в сторону города Нестер. С моста открывается очень красивый вид на Краснолесецкие места и реку Красную, которая протекает в том числе и по территории Польши. Только там она имеет другое название – Пвейджанка. В реке водится форель, уголь, ясь, щука, кумжа. Но река Красная является региональным памятником природы. Вдоль 18-километрового участка реки Красной установлена по 500 метров по обоим берегам водоохранная зона. Об этой удивительно красивой речке можно рассказывать долго, но вернемся к мосту, на котором можно увидеть интересные рельсы 1927, 1940 и 1943 годов, изготовленные на заводах Круппа фирмой Thyssen в 1912 году и еще российские рельсы 1907, 1909 и 1911 годов. Фабрика Friedrich Krupp, как известно, крупнейший промышленный концерн в истории Германии. Официальная дата создания – 1860 год в городе Эссен. Компания, кстати, существует и сегодня под именем Thyssen Krupp. Про Минской пуще много интересного еще сохранилось. Обо всем я постараюсь рассказать в своих следующих выпусках, поэтому поддержите меня, подпишитесь и приезжайте на мои живые экскурсии по Калининградской области. До встречи! Ваша гид Екатерина.